Школьные войны, кто виноват в насилии над учителями, Апостров, Украина. Артур Гор, Апостров, Украина. 30 января 2019 года. Драться, бить и обижать учат в школе по факту драки на облане правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 121 УК Украина умышленное тяжкое телесное повреждение. Теперь вспылившему родителю грозит до 8 лет лишения свободы. В детали конфликта еще предстоит разобраться следствию, ведь родители ученика уверяют, что педагог оскорблял и даже применял физическую силу к их ребенку. В свою очередь, в соцсетях свидетели инцидента уверяют, что неадекватно по отношению к одноклассникам вел себя именно ребенок вспылившего отца, а учитель просто пресек агрессивное поведение школьника. Но как бы там ни было, в Минобразовании уже обратились к главе МВД Арсена Вакову с просьбой взять расследование под личный контроль. Мол школа – один из основных фундаментов нашего государства, поэтому ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить, чтобы на ее территории совершались насилия и издевательства, подчеркнули в Минобразовании. Стоит отметить, что физическое выяснение отношений на было недалеко не единственный подобный случай насилия в школах за последнее время. Так, в сентябре прошлого года в фокусе общественного резонанса оказалась школа номер 94 в Печерском районе столицы. Там ученик 8 класса после плохой оценки за самостоятельную работу бросил в учительницу стулом и нанес ей ножницами несколько ударов в спину. Также в сентябре 2018 года местные издания Полтавской области писали об избиении учительницы Марины Знахаренко, которая стала жертвой гнева мамы одного из учеников. Тогда учительница оказалась в больнице с сотрясением мозга и вывихом шеи. Как же защитить педагогов от насилия со стороны учеников и их родителей? Силовая справа по словам экспертов, опрошенных апострофом, комплекс превентивных мер можно разделить на две категории – технические и правовые. К техническим инструментам относятся введение системы видеонаблюдения в учебных заведениях. Я – за видеонаблюдение. Однозначно, говорит апострофус и председатель общественной организации Батки Сось Алена Парфенова. Во всех конфликтных ситуациях, если есть видео, а еще лучше и аудиозапись, то это бы решило очень много вопросов. Это только частичное решение проблемы. Просто конфликты станут физически удаляться от этой тревожной кнопки. Например, в последнем случае на Болони, родитель вытащил учителя со школы, и на школьном дворе уже произошла потасовка, пояснила апострофа эксперт по правам детей Людмила Волынец. Однако технические средства защиты учителей – это борьба со следствием, а не причиной подобных конфликтных ситуаций. По словам экспертов, корень проблемы в правовой стороне вопроса. Родители просто не верят, что обращение к администрации школы по факту неправомерных действий в отношении их детей принесет результаты, и неправомерные действия прекратятся. Поэтому такие случаи происходят по причине полного недоверия родителей к сложившейся системе, отмечает Алена Парфенова. Родители приходят в школу, когда лопается терпение, добавляет апострофу юрист Роман Бондаренко, который уже не один год занимается школьными конфликтами. Если бы родители видели правовые результаты от жалоб, заявлений, и виновных наказывали, тогда и вопросов не было бы. Более того, родительскую агрессию зачастую провоцируют сами педагоги и руководство учебных заведений. Сначала учитель уклоняется от урегулирования споров между детьми, и когда конфликт между детьми достигает крайней точки накала, как правило, появляется родитель одного из детей, который начинает разбираться. К сожалению, на уровне минобразования, позиция, что это плохо и неправильно, в четком варианте не прозвучала. Кроме того, в контактах учитель-родитель, слишком много неправедного, от сбора финансовых средств до влияния социального статуса родителей, подчеркивает Людмила Волынец. Случаи, когда подрались родители-учитель, происходят приблизительно раз в полгода. А случаев издевательства учителей над детьми – сотни. И эти сотни случаев заканчиваются тем, что их пытаются скрыть, родителей заставляют забирать детей в другие школы, а учителя, в лучшем случае, увольняются по собственному желанию, и идут издеваться над детьми в другие школы, говорит Роман Бондаренко. В теории, изменить ситуацию должен новый закон о противодействии буллингу, который вступил в силу совсем недавно, 19 января. Согласно этому закону административную ответственность за буллинг, определяемые законодателем как психологическое, физическое, экономическое и даже сексуальное насилие, несут абсолютно все участники образовательного процесса, в том числе и родители учеников. Таким образом, кроме Уголовного кодекса, учителя находятся под защитой еще и нового закона. Поэтому все истерики учителей, что их нужно срочно защищать, что у них нет прав, это просто правовая безграмотность, уверяет Алена Парфенова. Учителя, что, не граждане Украины, и законодательство их не защищает. Они точно так же владеют всеми способами защиты гражданских прав, начиная от обращения к высшестоящему руководству до защиты своих прав в судах. Но другое дело, что новый закон заработал совсем недавно, да и с его принятием депутаты запоздали лет на пять. Законы о противодействии домашнему насилию, буллинги просто рефлексивно отреагировали на рост насилия в обществе, поясняет Волынец. К сожалению, нынешний этап нашей общественной жизни очень часто демонстрирует, что позиции права проигрывает перед позицией силы. Мы это видим в новостях, парламенте, ток-шоу. И молодым родителям ребенка гораздо проще научиться побеждать силой, получив миллион общественных примеров этому, чем найти пример, как кто-то добился защиты прав в судах. Однако, даже если правовые механизмы защиты всех участников образовательного процесса будут работать как часы, по мнению экспертов, это не решит до конца всех проблем в школах. Закон об образовании выписывает школу как абсолютно изолированную вертикаль. Школы никаким образом не связаны с органами опеки и попечительства. Нет взаимодействия, когда школа, не справляясь с ребенком, или не имея возможности найти адекватный способ реагирования, обращается к местным органам власти, чтобы мобилизировать социальные службы для помощи ребенку, резюмировала Людмила Волынец. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.